Продолжение следует... 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 А мы, вы заметили уже, что когда вот такие вот поездки, мы 12-часовой и 13-часовой вебинар объединяем в один, просто очень тяжело вести для новичков, но это только тогда, когда есть вот такие вот поездки, вот такие вот, я тоже думаю, вы друзья с пониманием, потому что когда мы можем в рабочем порядке, мы никогда не отменяем для новичков, потому что это тоже важные вебинары все-таки. И мы в 12 и в 13 будем всегда вести, но когда такие рабочие места. И теперь, друзья, вечерний вебинар, как мы его назвали, Юни-Скай-вебинар, то есть который объединяется и идет для партнеров в разных странах. Сейчас, сегодня мы будем его проводить для четырех, с параллельным переводом на четыре страны, это русский, чешский, словакский, венгерский и немецкий, то есть пять получается языков. Со временем, по мере того, как наши партнеры будут готовы поддержаться, мы будем расширять, ну скажем так, и географию, и представительство. То есть этот Юни-Скай-вебинар, пока это по просьбе наших европейских друзей, мы его сдвинули, друзья, на 21.30, это, да, несколько поздновато для московского времени, но по-другому никак нельзя, потому что это полвосьмого по-европейски, и они очень просят, чтобы это сдвигалось, иначе не успевают с работы добраться до вебинаров. Поэтому, опять же, друзья, мы гибко работаем, посмотрим, как это будет, если будет всех устраивать, Олег Сладивостока пишет, тоже всем обязательный привет. При этом, друзья, мы все-таки пытаемся сохранить информационное поле, потому что мы дневные вебинары ни в коем случае отменять не будем, и для Сибири и Дальнего Востока информация в этот же день будет всегда расходиться. Поэтому, я тоже, я думаю, что к этому надо относиться с пониманием. Ну, а у нас сейчас, как вы видели, со времени нашего крайнего вебинара в прошлую среду, события развиваются просто с такой скоростью и так стремительно, что я вижу, что наша задача – это систематизация, показывать, комментировать, что происходит, и несколько свое мнение, потому что, друзья, мы везде это говорим, и вы должны понимать, то, что мы с Алексеем доводим, наши вебинары, они идут в рамках Skyway Capital. Это ни в коем случае, друзья, неофициальная позиция Skyway и неофициальная позиция ЗАО «Струнные технологии» личной ЮНИЦКО. Они всегда ведут свое информационное поле. Мы, друзья, инвестиционный и венчурный фонд. Мы обеспечиваем сейчас заказы финансирования через краудинвестинг, и поэтому нельзя мешать эти две вещи. И то, что мы участвуем во многих мероприятиях, и там уже вот сейчас с Алексеем над нами смеются в конструкторском бюро, ну, смеются в хорошем плане, друзья, что, ну, друзья, вы как появляетесь, у нас сразу происходит куча событий, тут у нас движение и так далее. И это тоже, друзья, отчасти оправдано и правильно, потому что мы ведем в основном эту работу, ну, как в ряде многих-многих команд, мы не единственные. Но понимаете, что, ну, допустим, сейчас вот на примере приезд наших арабских друзей мы с вами несколько анонсировали, говорили, что приезд, но официально эту информацию давать нельзя. И вы должны понять, почему. Потому что очень много есть врагов, недоброжелателей, которые начинают мешать, вплоть до того, что арабская делегация въезжала 8 часов, там блокировали въезд на границе, там, с паспортами, там, хотя свободный въезд в Белоруссию для... Самое и то, умудрились устроить нам проблему, там, это тоже, друзья, мы знаем откуда, знаем как, то есть даже на этом уровне сейчас идет вражда, поэтому, ну, мешают работы. Поэтому мы готовим такие вещи, информационные поводы, потом вы видите, что мы в этом участвуем. Перископ всегда, это сейчас уникальнейшая штука, а мы добавляем сейчас ВКонтакте и Фейсбуке прямые трансляции, это не только будет Перископ, вот. Соответственно, это создает информационное поле и, ну, скажем, такие первые, первая информация. Потом всегда, друзья, мы соотносим то, что доведение с генеральным директором ЗАО «Струмной технологии», с Виктором Бабуриным, как замгенерального, отвечающего за развитие, с пожеланием учитывая Мантульдуарча Юницкого, вот. То есть это, ну, опять же, друзья, чтобы вы понимали, это информация, которая идет от нас, как инвестиционного фонда, тот, кто привлекает эту работу, и тот, кто организует сейчас поток инвесторов и инвестиций. А вся официальная информация, она может идти только от ЗАО «Струмных технологий», она только комментируется уже. Леша проводит параллельно презентацию сейчас для партнеров, так сказать, это я его чуть отодвинул от стенда. Вот, то есть это тоже, друзья, чтобы не было никаких, ну, поэтому вы заметили, что когда пишешь в поле, я могу совершить даже ошибку, когда набираю или имя, или фамилию, название организации, потому что я это все делаю быстро и без определенной подготовки, это «Экспро». Вот, и это всегда рассматривается как предварительная информация. Мы размышляли над вопросом, надо это отключать, не надо это отключать, но я думаю, что все-таки, вот, лично мне участвуют и многие партнеры, которые пишут, что все-таки такая информация, которая приходит, она, конечно, полезная. И когда мы прям присутствовали на переговорах с арабской делегацией, и был Али, видели, это молодой парень шейх, так сказать, ну, как молодой, 37 лет ему, умнейший человек, просто даже по тем вопросам, которые, по той реакции, которую он задавал, то есть было очень интересное такое восприятие у него именно программы. Был Абур Сахин, это секретарь вот этой Лиги Славянско-Арабских стран. Вот, тут наши партнеры подходят, так сказать, это с чеки. Сори, там, вебинар, вебинар, так сказать. Да, то есть, видите, это непосредственно работа в поле уже идет. Вот, значит, он очень влиятельный человек в арабском мире, и был, Мерси, это наш уже друг, это с кем мы познакомились, банскобыстрецы на конференции, а, нет, Больших Татров, Больших Татров, вот. И цель их приезда была, это своими глазами все увидеть, пообщаться с Антуром Довичем Евницким, увидеть конструкторское бюро, производство, стройку, и потом продвигать, потому что там стали вопросы, а сколько инвестиций, а как, сколько они проинвестировали. Друзья, это партнеры. Это люди, которые для того, чтобы убедиться в информации, тратят свое время, тратят свое деньги, приезжают, смотрят, изучают, вникают для того, чтобы квалифицированно рассказывать и нести это дальше. А так как, вот, Больших Татров очень влиятельный человек в арабском мире, он общается напрямую с руководителями, с президентами всех стран Персидского залива. Он общается лично с королем Саудовской Аравии. Он такой очень влиятельный человек, поэтому его отношения и как им юнибайк прокатились. Ну, друзья, конечно, официально мы скажем, что нет, конечно, никто не прокатился, потому что нельзя катать, так сказать, но они посидели в юнибайке, они увидели его в действии, вот, и, соответственно, конечно, они были поражены, то есть, потому что перед этим, точнее, после этого мы поехали на завод, они увидели и юнибус, и увидели и 6-местный, и 14-местный, и 24-местный, все это сейчас идет в изготовлении. И увидели юникары тоже, и стрелочные переводы, и вообще модернизацию этого производства, конечно, впечатление у них самое, что ни на есть положительное. И вот дальше, друзья, по реакции, то есть мы очень много, а мы с ними в первый день, мы до 4-х утра не могли расстаться, там, общались, все, потом на следующий день тоже опять практически всю ночь, то есть идет вот эта вот интенсивная работа там. Потом, как с полдевятого утра с Антольдаршем мы были, Алексей, Виктор Бабурин, там, вот, мы, Али, Захим, потом они улетели у них в 11-й самолет, а мы, продолжая вот эту работу, ну, практически еще целый день, и мы уже вот разошлись с Ницким, с Бабурином, с Лешей Суходом, наверное, уже после 10-ти, когда, ну, у нас уже генеральный директор зау «Струнные технологии» начал звонить, говорит, хватит, а у нас настолько вот эта интенсивная была работа по итогам, по тому, как мы делали, и здесь, друзья, я тоже вам могу сказать вот свою реакцию, и я думаю, что тоже она, во всяком случае, крайне объективна, ну, субъективна, но я могу рассчитывать на то, что точка зрения имеет право на такое существование. Я Юницкого знаю 17 лет, так вот, друзья, в субботу, когда Юницкий делал презентацию для наших арабских друзей, я просто, ну, не то, что пожалел, я сказал, Анатолий Дуарович, вот, больше, я буду вас просто настаивать и просить, чтобы включать и запись, и трансляцию именно, не там, где идет закрытая часть переговоров, а там, где вы делаете презентацию. Потому что, друзья, то, что Юницкий презентовал и показал арабам в субботу, это вот в первый день нашей работы, друзья, никто никогда этого не слышал, я никогда этого не слышал. И это настолько поразительная информация, это настолько важная вещь, что после этого, почему мы потом в воскресенье сидели очень долго, нет, в понедельник, воскресенье, воскресенье, да, когда мы сидели очень долго и обобщали эту работу, потому что мы наметили целую такую программу огромную по работе, которая просто вот идет уже не на один год вперед, и она сегодня очень важная. И у Юницкого, то есть, чтобы вы понимали, друзья, время сжато, у нас есть время, у молодых, он там по 30, там 35 лет, у Леши, у них есть время. Юницкому ему столько дано, ему надо настолько много сделать, у него время крайне сжато. А информация и то, что он сегодня может сделать, друзья, это просто колоссальнейшая вещь. И я тоже произносил эту вещь, друзья, не один раз, что знаю 17 лет и не перестаю удивляться. Можете мне, друзья, в этом поверить, потому что ту информацию, которую Юницкий выдал в пятницу на закрытой части, которой, к сожалению, не было демонстрации и трансляции, потом в субботу, когда мы 8 часов проработали уже на заводе, не на заводе, а в нашем зале демонстрации в экотехнопарке делегации, вы сами видели. И что поразительно, когда столько времени идут переговоры, настолько все воодушевлены, что никто не замечает времени, никто не замечает это, никто не чувствует усталости. И я говорю, мы потом еще работали на заводе, а потом вечером в офисе, а потом еще, я говорю, очень долго, уже такая неформальная у нас была общаться, мы в чат сбрасывали фотографии, когда мы сидели уже в таком очень интересном клубном кафе, куда мы привели в Минске наших друзей. И вот эта вот атмосфера, вот эта работа, она, друзья, она не прекращалась. И Али потом откровенно сказал, он говорит, я понимал, что это что-то необычное, это очень интересно, но вы меня паразируете. Он говорит, я еще никогда не встречал с таким мышлением и с таким объемом именно задач, которые ставит перед собой Юницкий. Он говорит, я рядом с ним себя чувствую ровесником. Он говорит, мне 37 лет, ему будет 68 буквально через два месяца. Но это человек, который по энергии, по энтузиазму, по умению заражать и по целеустремленности, говорит, он превосходит всех нас, молодых, вместе взятых. И здесь, друзья, я тоже могу сказать, что на следующий день, как я уже сказал, у нас был общий рабочий день с полдевятого до одиннадцати вечера, вот без перерыва вообще, так сказать. Я уже потом, Анатолий Иванович сказал, что, Анатолий Иванович, в вашем возрасте, как бы, столько энергии, остается только понимать, что мы еще сделаем очень и очень многие. Очень много, потому что, друзья, я видел очень много молодых, которые не могут с таким энтузиазмом и с такой работоспособностью делать задачи. А здесь, друзья, это, конечно, превосходит, скажем так, любой здравый смысл. Это действительно очень такой важный момент. И как реакция, мы потом с Алексеем, в понедельник мы с ним поехали через Вильнюс, у нас была там встреча, мы потом вылетели в Вену. Вот, из Вены поехали в Братиславу, у нас была уже с Мерси встреча именно уже в Лиге славянско-арабской торгово-промышленной палаты. Но я почему, друзья, вот когда я написал, что это европейско-арабская, я не оговорился. Это называется по, ну, как это, по Фрейду, или по... Значит, Словакская торгово-промышленная палата, она сегодня очень быстро перерастает в общеевропейскую. И тот форум, который намечен сейчас на май месяц в Праге, с участием, вот, будет как минимум 6 руководителей арабских стран и около 60 крупнейших бизнесменов. Сегодня Словакия, благодаря вот энергии таких, как Мерси, Али, Артузахим, Франтишек, он тоже является вице-президентом этой палаты, она очень быстро набирает обороты, и она становится лидером взаимодействия европейско-арабского сотрудничества. И поэтому, когда я ее назвал не Словакско-арабская ТПП, а Европейско-Словакская Капалата, это, друзья, ну, по сути дела, было правдой. Единственное, что формально ее название, она базируется в Братиславе, она все-таки является Словакской кружбой, но вот этот первый форум будет, где Юницкий будет уже присутствовать как вице-президент этой торгово-почетной вице-президент торгово-промышленной палаты, и он будет уже с двумя действующими президентами Словакии и Чехии принимать гостей, это уже, друзья, несколько другой статус. И потом уже готовится ряд визитов в Арабске, где Юницкий уже как именно почетный вице-президент будет представлять уже европейских заказчиков или европейских партнеров. Поэтому это очень интересный формат работы, он несколько неожиданный, потому что он возник прямо вот по ходу переговоров, но результат, конечно, он превосходит все ожидания. И дальше я вот уже вам могу сказать, что как результат, только, друзья, не надо, дальше в чатах и везде говорить, что Сибиряков на вебинаре сказал, что уже готовы привлекатели, арабы готовы инвестировать 6 миллиардов долларов, или сейчас обсуждается в Индии, там еще, это вся официальная информация. Просто как результат, нам вчера позвонил Али и сказал, что он входит в совет директоров крупнейшего арабского банка, который занимается инвестированием. И он им сделал доклад и сказал, что, друзья, я познакомился с такой технологией и с такой концепцией, которая изменит всю инвестиционную политику, не только этого арабского банка, а вообще всех арабских государств. И он им говорит, друзья, прежде чем, а они как раз рассматривали стратегию инвестирования на ближайшие три года. И он говорит, что, друзья, вы просто обязаны изучить, чтобы не принимать сегодня невзвешенных событий, потому что я вам как эксперт говорю, что, и так как он имеет серьезный вес, то он нам сказал, что этот банк готов пересмотреть всю инвестиционную политику на 6 миллиардов долларов на ближайшее время, исходя из концепции Skyline. Еще раз, друзья, это не значит, что эти деньги сразу сегодня инвестируются. Нет, это изменение концепции. Люди начинают изучать, чтобы сегодня не принимать невзвешенных решений. Это точно так же, как когда приехала делегация Филиппин, мы вам об этом рассказывали, они сказали, мы меняем всю транспортную концепцию до 30-го года развития Филиппины. Потому что то, что мы видим, мы понимаем, что всем остальным заниматься – это глупо. А здесь, друзья, вот с чем мы сейчас столкнулись в Чехии, что уже формируется целое общественное движение, которое говорит, вот сегодня там есть один проект в Чехии, где один тоннель, который хотел строить, стоит 8 миллиардов долларов, он всего там 3 километра, и решает очень локальную задачу. Так вот, сегодня формируется общественное движение, и в Европе есть такой, ну, как бы, закон о том, что если общественность предлагает проект альтернативной власти, власти обязаны его рассмотреть. И это тоже, друзья, это работа наших структур, это работа сети, это работа наших чешских партнеров. И тут, кстати, очень интересно, тоже прокомментирую, друзья, интересное событие, оно тоже, ну, уникальное в своем роде, что здесь, на этой выставке, в РУНО и инновации, здесь находятся два стенда SkyWay. Здесь находится наш, как SkyWay Capital, которым мы заявились еще несколько месяцев назад, и участвуем. Буквально там 30 метров от нас стенд стоит SkyWay Invest Group, который также презентует технологию. И что, друзья, могу сказать, на всей выставке, и вы увидите потом, и подтверждение, я думаю, что наши коллеги из СВИГа тоже это подтвердят, между их стендом и нашим стендом больше всего народа. Народ здесь и там. То есть это говорит о том, что интерес к технологии здесь и там. Я считаю, что... Нам задают вопрос, а чем СВИГ отличается от капитала, там, а чем вы конкуренты? Я говорю, друзья, мы инвестиционные фонды, мы фонды, которые привлекают инвесторов. Наша работа – работать с партнерами. А технология одна, SkyWay, за устроенная технология, которая ее продвигает. В этом плане у нас не может быть технологии, но это как же, не может быть конкуренции, но это все равно, что дилер продает Мерседес и продает один и тот же. Он не может сказать, что его Мерседес лучше, чем другой. Другие дела – есть маркетинговые ходы, которые привлекают, есть определенная конкуренция. И Юницкий вчера позвонил, я говорю, Антон Гладш, что тут это, он говорит, а как вообще? Я говорю, народ и там, и здесь. Он говорит, ну и отлично. И это тоже, друзья, абсолютно, так сказать, как бы для нас нет никаких ни противодействий, ни конкуренции, поэтому это все дальше работа. У каждого, друзья, то, что мы с вами делаем, и количество людей, которые сегодня сюда входят, инвестиции, это не имеет границ. Еще будут возникать фонды, команды, ради бога. Skyway Invest Group – лидер. Андрей Хавратов создал первый фонд, и он реально лидер, он сделал очень много. Сегодня команда Skyway Capital, мы движемся несколько другим путем, мы тоже привлекаем, делаем, так сказать, это… Но делаем мы все, друзья, одно дело. И когда нас пытаются сталкивать, противоставлять, еще что-нибудь, друзья, это глупость. Мы объединяем мир, объединяйте наши работы, строй Skyway, спасай планету. Поэтому на стендах точно так же Skyway Invest Group, Skyway Небесные Дороги, мы объединяем мир. Друзья, это все абсолютно… Так, арабы придут, и все… Так, Леша, Леша, Мишель, чуть-чуть это самое, сдвиньте, то есть это самое, громко. Вот. Поэтому, друзья, сейчас комментируя те события, которые официально прошли, это после приезда генерального конструктора и замгенерального директора, то есть Юницкого Бабурина из Индии, то есть мы с вами получили, помните, после нашего вебинара официальное подтверждение с штатами, где идет, с трассами, которые идут, и конкретными суммами, которые идут на этот контракт. Еще раз, друзья, оговорю и сделаю свою… Это, всю эту информацию всегда дает только ЗАО «Струнные технологии» и только идет вот… Мы эту информацию с Алексеем не даем. То есть наша задача – событие, которое происходит, и наши комментарии этого события, ничего другого. Вот, соответственно, дальше уже идет развитие, идет, так сказать, обзора. Вот, поэтому, друзья, в этом, скажем так, в этом плане, который сейчас, ну, все события развиваются, очень важное событие – это смена дисконта, это переход на новый этап. И здесь, друзья, я вам могу сказать, что те события, которые сегодня происходят, Франтишек, вы помните, в прямом эфире в Перископе обещал определенный объем инвестиций, сейчас я могу сказать, что он эти обязательства выполняет, и буквально вот до закрытия этой выставки мы ждем определенных событий, которые пройдут. Значит, это, друзья, гарантия того, что следующий этап, который идет, будет выполнен. Тот объем работ, который запланирован в девятом этапе с переходом на десятый, он будет реализован. И мы с вами в июле в Эко-технопарке увидим очень много нового, интересного, много, так сказать, этого. Соответственно, этот процесс идет. И здесь для нас очень важно, что еще сказал Юницкий на нашей встрече, что сейчас это не 100%, потому что никогда это 100% сказать нельзя, но есть полная уверенность, что до Эко-технопарка, до Эко-фестиваля 1 июля может произойти следующая смена этапа, переход на десятый. Это вполне вероятно. Мы к этому идем, и те инвестиции, инвесторы, которые сейчас подходят, они вполне реально... Более того, тут задают вопрос, может ли быть закрыт вход в корневую технологию. Я вам, друзья, мы это повторяли, и сейчас можем сказать, что это может произойти и до 1 июля. То есть шанс такой существует. Реально, нереально, не могу сказать. Я все-таки ожидаю, что смена, закрытие входа будет, скорее всего, осени 2017 года. Это скорее всего, потому что события, которые сейчас развиваются, вот готовятся сейчас уже визиты. Ну, в мае будет большой форум с участием руководителей арабских стран и крупнейшего бизнеса арабских стран, 60 бизнесменов, где Юницкий будет представлять технологию и уже принимать их как почетный вице-президент Лиги европейско-арабских стран. Соответственно, буквально через 2 недели готовится визит, и большая выставка в Индонезии, и Виктор с Алексеем летят уже через... Вы же через Сингапур вы летите, да? То есть... С Минска сразу, наверное, в Сингапур. Да, летят сначала в Сингапур, где встреча с крупнейшими реальными бизнесменами, вот, а потом выставка в Индонезии, а потом через Абудаби, обратно в Москву. То есть это все, друзья, цикл переговоров. Мы вот здесь проводим в таком темпе и с таким количеством людей, что просто инвесторы приходят, 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 и я вам просто могу прокомментировать один такой небольшой нюанс. Вы можете показать о малюте, что я вас... Ну, я не буду, потом покажу. Друзья, можете поверить, что народу вот здесь стоит сейчас очень много, и тут постоянные презентации, так сказать. Вот, и я отсюда, после выставки... У нас конференция здесь будет в субботу, в воскресенье я вылетаю в Тель-Авив, у меня там встречи как минимум с четырьмя, ну, я могу сказать, богатейшими людьми Израиля. Встречи уже запланированы, вот. Из Тель-Авива я должен был лететь в Банско-Быстреце, там наш Юрий Смиско проводит большую конференцию. Для Словакии нас очень важно, потому что это наша крупнейшая сегодня и инвестор, и структура. Так вот, буквально вчера позвонил Юницкий, сказал, что есть крупный инвестор, и мне надо будет из Тель-Авива залететь в Милан, чтобы провести переговоры, и только из Милана я поеду в Банско-Быстреце, то есть там еще два дня придет, один день придется разорвать, так сказать, для того, чтобы это. А дальше уже готовится, сейчас подтвердили приезд уже ряда чиновников наших, российских, как мы говорили, у нас готовится, и уже подтвердили, мы не сможем сказать дату, но подтвердили приезд Челябинской делегации, у которой есть уже соглашение ЗАО «Струнные технологии», это Руслан Гатаров с Александром Шапиловым. Значит, подтверждили, и сейчас уже сроки прям буквально подтверждаются, сроки уточняются сейчас, это официальная поездка Рамзана Кадырова и официальная поездка Сергея Морозова. Это то, что наши российские уже начинают работать, при этом, друзья, это еще с чередой приезда постоянных-постоянных делегаций, которые сегодня идут. Вот это, друзья, работа эко-технопарка. Он будет работать постоянно в таком режиме. Мы будем постоянно согласовывать графики. У нас крупные инвесторы сейчас в эко-технопарке с нашими директорами. То есть у нас этот процесс идет постоянно. И он только будет развиваться и расширяться. Для этого, друзья, он и создается, для этого строятся демонстрационные образцы и стенды, для того, чтобы показывать, привлекать крупных инвесторов и дальше выходить уже в адресные проекты. Значит, если говорить про планы по Европе здесь, то сейчас уже отведена земля, уже определяется, уже определено место для строительства сертикофицированного центра Skyway в Европе. Для этих выбрана именно Словакия. Словакия уникальная страна в чем, что это все-таки бывший соцлагерь. И самое главное, что теми изменениями, которые произошли, она наиболее пострадавшая с точки зрения экономических изменений. И очень недорогая земля, очень высокие здесь зарплаты, но очень большое желание изменить экономику. Поэтому власти Словакии идут нам полностью навстречу. И сертикофицированный центр для Европы будет строиться в Словакии. Я говорю, уже определена земля, уже определены его контуры, и сейчас определяется уже технологическая его оснащенность и начало его работы. И я думаю, не то что думаю, а уже весной ближе к лету этого года этот центр начнет реально строиться. Также Анатолий Дуарш сделал предложение, и наши арабские друзья сейчас рассматривают, где конкретно в какой стране Бахрейн, Катри или Саудовская Аравия. Это строительство сертифизационного центра для широких стран. Это тоже. И уже определенной, четко заложенный в план соглашения, по которому подписано с Индией, это строительство такого центра в Индии. Как вы помните, Род Хук, наш друг, партнер, и первый человек, который на таком уровне пришел, он готовит всю, идет полным ходом работы, подготовка, строительство такого центра в Австралии. Где, раньше, как начнет, друзья, скорее всего, начнется все параллельно. Я думаю, нормально. Леш, 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 вы это. Вот. Работа бесплатно. Информации по 600. Нет, все, друзья, по-моему, по 600. Леш, по 600. Дисконт 600 все же подтвердили информацию, все продляется тот, кто имеет пяти восходов. Все, поэтому, друзья, когда Хук приедет, ну, не знаю, как будет готов, то есть я слышал, что готовилось где-то на май его приезд, но Анатолий Владимирович предложил, что так как лететь далеко это, то лучше с мая сдвинуть на июль, чтобы он приехал в Экотехнопарк, и он увидел то, что готовится уже. Поэтому, скорее всего, на Экофесте Род Хук, скорее всего, появится. Ильдар, продляется 1,6 сумм. Друзья, по-моему, эта информация уже есть везде. Ильдар, либо читать не умеете, либо, так сказать, все продляется, все есть, все как бы это самое. Смотрите информацию в личных кабинетах. По-моему, мы ее уже подтвердили раз 50 или 100. Поэтому никаких изменений для тех, кто эти рассрочки делал и ведет, для них изменений не будет. Все обязательства компания будет выполнять. Более того, друзья, я вам просто могу сказать, что если завтра случится то, чего мы все ждем, и будет вход закрыть в корневую технологию, то все, кто имеет рассрочки, на какое время мы взяли, это все обязательства будут выполнены. Вы будете еще даже при закрытой входе в технологию еще с таким диспортом иметь возможность получать обязательства в Скайвее. Так, губернатор Ульяновской области появился. Морозов Игорь, так сказать, я понимаю, что вы автор, однофамилец Сергея Ивановича, но если я вам сейчас в эфире сказал, что уже согласовано время и дата приезда Сергея Ивановича Морозова на Эко-технопарк, то как эту информацию можно проявлять? Или как ее можно комментировать? Я только что сказал о трех официальных делегациях, которые будут в течение ближайших двух месяцев. Это Челябин, Руслан Гатаров, это правительство Чечни, скорее всего будет сам Рамзан Каргударов и Сергей Морозов. Или мне еще что-то повторить, для того, чтобы кому-то как-то... Ну вот, слава Богу, хоть сейчас. Почему СВИГ не дает возможность продлить пакет 1 к 600? Друзья, вопросы не ко мне. Это вопросы к СВИГу и к взаимоотношению с ЗАО «Струнная технология». Не могу это сказать. Это вопрос не ко мне. Так, ну это вот что касается... Теперь что касается выставки, которая проходит, вот на которой мы здесь... Бронно, Чехия. Красивейший город, второй по величине в Чехии. Значит, выставка, если с точки зрения инноваций, она, конечно, довольно-таки слабенькая. Представить здесь мало что есть. Как вы понимаете, мои личные комментарии, что кроме Скайвея здесь смотреть не на что, но это мое личное мнение. Как и было на Инотрансис. Ну, так же, как было и на Инотрансе, наверное. Но, тем не менее, друзья, много людей, много контактов, подходят молодежь, студенты, идут постоянные презентации. Я говорю, на нашем и на СВИГовском стенде постоянно много народу, постоянно раздаются материалы, люди подходят... Так, а что у вас с фрукт-шоу-то? Как говорится? Сорок. А, сорок? То есть через пять минут, да? Алексей с Франтишиком сейчас пойдут презентовать технологию. Вот, это называется вог-шорк, вог-шорк, то есть работа-продажа. Значит, у нас таких презентаций будет сегодня две, вот сейчас, и потом вечером в 16.40, и будет завтра тоже две. Это просто вот такое общение с теми, кто на выставке, рассказ, показ, что идет. Поэтому, с точки зрения, скажем так, вот если бы меня спросили, какая эффективность этой выставки, здесь можно рассматривать только в комплексе, что мы с Франтишиком были делегацией арабов в Минске, потом приехали сюда, здесь проводим презентации и встречу, а субботу-воскресенье у нас будет наша уже конференция, именно Скайвейевская, здесь гостиница Континенталь, где будет много народу. Я думаю, что... И цель для этой выставки, потому что мы народ, который сюда приходит. Да, и сейчас мы работаем, все, кто приходит, все заинтересовался, мы всех направляем на эту конференцию. Естественно, что для нас приоритет Франтишик, его структура, его работа, Чехия, Словакия, потому что друзья, это тот человек, который приносит миллионы долларов. Миллион. Страны, которая 5 миллионов человек, а в Чехии, там, чуть больше 10 миллионов человек, друзья, это миллионные инвестиции. Поэтому мы всегда помогаем, мы приезжаем, встречаемся с партнерами, с конференцией, все, потому что, друзья, это самая важная работа. И сегодня важнее работы нет. А сегодня, особенно те обязательства, которые он взял, и мы очень надеемся, что он их до конца этой недели выполнит, для нас, друзья, это залог выполненных работ, которые намечены на 9 этап. Соответственно, это переход на 10 этап. А, друзья, я вам просто могу сказать, после 1 июля, когда мы проведем Экофест, и мы покажем то, что сегодня мы видим в чертежах, а здесь, друзья, здесь я, пользуясь своим приоритетом, могу сказать, вы этого не можете увидеть. Вам этого просто не покажут сейчас. Нам с Алексеем показывают только без телефона, без записи, потому что это надо показать инвесторам. И поэтому мы сегодня видим и чертежи скоростных, и чертежи грузовых саморазгружающихся юникаров. Мы видим чертежи сегодня стрелочных переходов. И что самое, друзья, что мы еще две недели назад видели чертежи городского 24-местного юнибуса. Потом, когда мы приехали со словацкой делегацией, при нас в цеху начинали его изготавливать. Ну, а, друзья, в субботу я уже увидел реальные, не то что его очертания, это реально машина, которая идет в сборке, которая монтируется, которая идет. И это тоже, друзья, к сожалению, сейчас этого показать пока нельзя, потому что это ряд закрытых вещей, которые это... Но здесь, как так сказать, просто пользуясь нашими возможностями, мы об этом вам можем говорить, что это реально, друзья, идет. И, опять же, для вот этих вот всяких засланцев, которые к нам приходят, которые будут кричать, да ты опять там опять рассказываешь сказки, опять, так сказать, это... Я говорю, друзья, относитесь к этому как угодно. 1 июля мы все это покажем, вы все это увидите на Экофесте, где будут тысячи людей. И вот тогда вы мне можете сказать, а, ну да, ты же говорил, построили, а вот я вам задам вопрос. Друзья, мы говорили, мы-то построили, потому что Юницкий обещал, он сделал, этот процесс идет. Да, мы не могли вам что-то показать, но мы там говорили. Друзья, и, кстати, говорить о том, что сделаем, это самая большая ответственность. Юницкий всегда сидел, он говорит, я бы с большой радостью вообще ничего не обозначал, вообще не показывал никакие делегации, которые приезжают, вообще не показывал то, что происходит, а только по факту. С вами работая в такой системе, это краудинвестинг, где единственный отчет перед инвесторами за инвестиции, это только выполненная работа. Поэтому мы вынуждены это делать, мы вынуждены показывать. И даже происходит вещь, мы говорим, вели переговоры, да, они к результатам не привели, но мы не можем не рассказывать, что их не было, и мы обязаны говорить о результатах, которые происходят. Это, друзья, и плюс, и минус, и краудинвестинга, и того, что мы сегодня с вами делаем. Поэтому, друзья, я могу сказать, что эта неделя, она с точки зрения, ну и для нас, перемещение с Алексеем, это, конечно, представляете, когда утром просыпаешься в Минске, завтракаешь в Вильнюсе, обедаешь в Вене, потом ужинаешь кофе, пьешь в Протиславе, а потом еще и в Голландии ночуешь, так сказать. Это все, друзья, переезды, это самое все, то есть это, конечно, темп такой, так сказать, это, но то, что сегодня происходит, я могу сказать, что это очень важно, мы готовы работать и в таком темпе, потому что везде это встречи, везде это презентации, везде это работа, и дальше такая работа будет идти, и здесь я, друзья, могу сказать, что вся команда наша работает в таком темпе, видите, я еще все-таки в щадящем режиме, я больше Европа, страны Прибалтики, вот, а Алексей, Виктор, это, друзья, так сказать, это уже Индонезия, это Сингапур, это Бахрейн, это, то есть, и тот график, который сейчас намечается, друзья, он просто, поэтому я вам могу сказать, мы, вот у Алексея 21 января был день рождения, а у Виктора 21 февраля был день рождения, так мы им от совета директоров нашей компании, мы им подарили очень хороший, качественный, такой очень удобный чемодан, рюкзак и парплет для вещей, то есть, естественно, понимая с намеком, друзья, ваше ближайшее время это жить в самолете, даже не в гостинице, потому что, друзья, у нас на гостинице время есть только, так сказать, это у нас сегодня. Что-то вы тут, друзья, если вы сейчас дальше будете, я отключу чат, потому что, сколько можно про этот 600-ый дискон, как бы говорить, или что-то, или вы не умеете о чем-то читать в личном кабинете, если вы не умеете читать, ну тогда вам нечего делать вправе, если вы не можете пользоваться информацией в личном кабинете, так сказать, поэтому... Так, Сергей, скажите, а когда будут сертификации СПЮ в вареной горке? Так, что значит, друзья, когда будет сертификация? Сертификация идет постоянно, сертификация это подтверждение испытания, когда есть заказ... сертификация идет до демонстрации, она идет по документам, а в реале только подтверждается то, что дается в документах. И я вам могу сказать, что этот процесс идет каждый день, потому что в сертификатах надо показывать определенные вещи. Как мы говорили, сегодня идет отработка без напряжения, без наполнения бетоном. Она показывает экстремальные возможности управления трассой, и то, что она может выполнять свои возможности. Дальше, по мере того, как в ближайшее время будет дано напряжение и закачка соответственно бетоном, она перейдет уже к другим скоростям. То есть в ближайшее время Юнибус встает уже на испытания на путевую структуру. Поэтому этот процесс, друзья, идет постоянно. Поэтому вопрос, когда она будет закончена, мы уже говорили никогда. Этот процесс Юнибайк уже сертифицирован. Нет, друзья, Юнибайк не сертифицирован. Сейчас идет работа по его сертификации, и идет отработка элементов испытаний. Вот этот процесс идет. Так, капиталь одесу нужно слушать на рабочей планерке в понедельник. Правильно, Татьяна, для этого у нас Ирина Волкова и НЕТа ведут планерки, ведут, и там на планерке лидеров вы можете узнавать все вопросы. Так, не отвечайте на дурные вопросы. Ну, да, то есть, я как бы, понимаете, тут весь вопрос, что многие еще задают вопросы, не понимая вообще, что такое сертификация. Вообще, сертификация это добровольная вещь. Вот, и вот, допустим, вы с индийскими нашими партнерами, они вообще сказали, что, друзья, вопрос сертификации, это не ваш вопрос, это наш вопрос. Если нам нужна трасса, и вы покажете, что вы действительно делаете, то, к чему вы обещаете, у вас нет проблемы с сертификацией. Поэтому, друзья, это тоже абсолютно, как бы, такой вопрос. Вот, как наши друзья в Австралии сегодня говорят, они нам выкатывают такой перечень, тоже канадские наши партнеры, они нам выкатывают такой перечень документов, и так далее, которые мы должны быть дать для сертификации, что у меня складывается впечатление, что в Австралии и в Канаде мы сертифицируем, наверное, в последнюю очередь. В Европе будем вести процесс, этот процесс начали, вот, и здесь вот сейчас, как мы видим, и помощь со стороны словакского, инженерного университета, технического университета, и мэрии, и в Словакии. Здесь процесс идет очень-очень активно, поэтому, при том, как будет запущен сертификационный центр в Европе, в Словакии, я думаю, что этот процесс пойдет очень-очень быстро. Но вы не забывайте, что у нас параллельно будут идти процессы и в Индии, и в Арабских Эмиратах, вот, и сейчас активно начинается процесс в Вьетнаме, вот, еще, то есть, процессы, которые, то есть, мы же говорили, что они много где сейчас идут, и сказать, для конструкторского бюро, для Юницкого сейчас нету разницы по приоритетам, там, где активно идет, там сейчас и делается, то есть, мы еще перед Новым годом не думали, что выйдем на такие результаты в Индии, хотя готовились к ним и шли все сейчас, так как активно начала работать Лига Европейско-Арабской, ну, торгово-промышленной палаты, тоже результаты будут очень-очень большие. Про чешек, я тут называю не Словакско-Европейское, все-таки внутренним Европейское, потому что... Словакско-Арабское. Арабское, но там уже Словакия-Чехия, потому что уже будут, вот, я думаю, что туда другие европейские страны подсоединятся очень быстро, поэтому она по сути уже Европейско-Арабская, просто я говорю, что я случайно написал тогда Европейско-Арабское, но это по сути дела уже правда, там уже не только Словакия. Они есть членами Словакской-Арабской палаты. Палаты, да. То есть он, вот то, что, врачи, если как говорится, Чехия уже сейчас ходит, и президент Чехии будет на встрече с арабскими, вот, поэтому здесь тоже, друзья, этот процесс идет, ну, и потом я вам могу сказать, что Анатолий Доварович нам показал результаты работы, как он работает с Московским центром сертификации, там тоже результаты поразительные, поэтому и в России очень быстро этот процесс идет. Так, внутренний буржет открыта только после закрытия входа в Корневую. Да, это, друзья, абсолютно верно. Мы ни в коем случае не делаем, потому что пока мы не закрыли вход в Корневую, мы сразу говорим, друзья, мы венчурный 100% краудинвестинговый проект. Мы финансируем Эко-технопарк, только за счет привлеченных инвесторов, которые являются участниками 100% венчурного проекта. Нигде никогда ни я, ни кто другой не произнесет. При этом заустроенные технологии не привлекают никаких инвесторов и не несет никакой ответственности перед инвесторами, которые... Они выполняют работу. А вот мы, как заказчики Эко-технопарка, мы запускаем технологию, мы являемся заказчиками первых демонстрационных трасс для того, чтобы выйти на заказы. И вот тогда, друзья, наши обязательства с вами капитализируются, потому что заказчики начнут финансировать адресные проекты, они начнут генерить, соответственно, новую ВВП, новую прибыль, и это будет покрытие нашей затраты, чтобы не было никаких на этот предмет ни инсинуаций, ни иллюзий. То есть сейчас можно построить этот технопарк. Да. Так, ну вот, друзья, значит, сейчас... Ну, я потом, наверное, во второй половине сделаю еще потом вам обзорную такую экскурсию по выставке, покажу, что здесь работает, что здесь снимается. И говорю, мой комментарий, я сразу могу сказать, это очень слабенький такой, очень искюрый, но для нас, как те, кто представляет технологию Skyway, это даже немножко лучше, потому что все, кто здесь ходят, естественно, проходят через стенды, потому что ничего более интересного здесь нет. Вот, реакция. Вчера Алексей провел такую, наверное, минут на 40 презентацию перед студентами. Это сразу показывает о том, что студенты – это самая благодатная среда. Это люди, которые действительно будут жить в этом будущем. Это люди, которые готовы в этом работать. И, конечно, это было интереснейшее такое зрелище, так сказать. Причем, Чехия презентацию делала на английском языке. Все все понимают, все, так сказать, очень активно делали это дело. Поэтому среда для этого. И договорились о том, что мы сейчас будем делать уже совместные конференции чешского, словацкого и венского университета технических, именно для того, чтобы делать вот такие уже и презентации, и развитие с точки зрения Skyway по территории. Ну вот, друзья, так, давайте, какие у нас вопросы еще есть. Так, давайте, наверное, я коротенько включу чат. Указать чат. Давайте сейчас, если есть какие-то вопросы в чате, в Перископе, я могу ответить на какие-то вопросы. Студенты, наверное, так. Поэтому давайте. Я в Перископе включил чат. Если у вас есть, что сейчас задать, задавайте вопросы, я готов ответить на эти вопросы. Соответственно, вопросы, которые есть в нашем, тоже, друзья, включен договор. Так, ну понятно. Пересмотрите сначала, там все сказано. Так, а для эко-технопарка и это самое. Есть плюсы? Да, конечно. И эко-технопарк, и в Индии, и в Арабских Эмиратах, по сути дела, это не эко-технопарк, в нашем понимании, когда строятся первые трассы. Это фактически становятся сертикофицированные центры, которые являются центром заказа для определенного региона. Ну вот, друзья, давайте в таких подходных условиях все-таки, значит, Алексей сейчас делает презентацию, да? Да. Алексей сейчас делает презентацию. Я, наверное, когда отключусь в вебинаре, я в Перископе еще, наверное, покажу презентацию, которая идет, как это выглядит, то есть, как эта работа идет. Там народу много, как так сказать? Есть. Есть, да? То есть, ну, то есть, да, посмотрим. Вот. Закрыт, так, в Перископе закрыт чат. Нет, я чат открыл сейчас, друзья. В Перископе я чат открыл. Поэтому можете в Перископ чат писать. То есть, опять же, еще раз могу сказать, что мы это сделали сознательно, закрытие чата, потому что Анатолий Гвардович сказал, что так как этот ресурс уже становится активным, его рассылают и потом смотрят, то люди, которые неадекватно себе смотрят и пишут там неадекватные вещи, ну, просто психи, вот, то они просто восприятие этой информации убирают. Поэтому, пускай лучше там будет меньше народу, ну, без всяких матершинников или психиков, которые там... Нет, чат закрыт, да? Ладно. Показать чат. Ну-ка, сейчас. Писать можно? Чат в Перископе закрыт. Нет, друзья, у меня показывают все открыто. Все открыто. Показать чат. Не знаю, у меня чат открыт в Перископе, так что, ну, если нет, тогда, так сказать. Так, немцы приезжали. Анатолий Гвардович, так, значит, с немцами там, но там сегодня делегация, которая с ним работает, ИНЕТа приехала, это наша ИНЕТа, директор же с делегацией, и там вот как раз есть чат, как бы это самое. И еще ряд готовится у нас, приедет, часть денег заработали, пойдет на этот технопарк. Ну, чтобы вы понимали, друзья, весь принцип такой, что вообще базовой площадкой будет, естественно, экотехнопарк в Белоруссии. Это самое главное. И даже вот то, что сейчас готовится для Индии, для Австралии и для Канады, то принцип будет какой-то. Сначала будет изготавливаться в Белоруссии в экотехнопарке, все монтироваться, испытываться, потом будет разбираться, паковаться, везти туда, и там буквально в течение нескольких недель происходить сборка той бригадой, которая переезжает в Белоруссию. Поэтому это гарантированное будет качество, это гарантированный контроль и гарантированная работа, связанная с шеф-монтажом. Со временем, конечно, будут привлекаться все больше и больше. Так, с Арабским Эмиратом, я немного опоздал на вебинар, кто-нибудь ответил. Да, там есть очень серьезный договор, который определяет всю работу на ближайшее время. Вот, так что, друзья, вот, ну, по событиям, которые мы ожидаем в ближайшее время сейчас, это, конечно, конференция здесь, в Брану, Чехия, потом поездка вот моя в Милан и в Тель-Авив, потом конференция в Банско-Быстрице, вот. Вот сейчас идет визит, который в экотехнопарке, думаю, мы узнаем об этом в ближайшее время из официальных репортажей. Потом Виктор едет на официальную презентацию технологии, это в Минтранс, да, в Минтранс в Словакии. Виктор в 14-го числа. Международная конференция транспортных систем. Да, международная конференция транспорта будет в Словакии, вот, там будут тоже все министры транспорта. Виктор едет туда делать доклад, это будет... 14-го. 14-го, да, через неделю. И потом оттуда они с Алексеем сразу летают уже в большое турне по именно Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины. То есть с теми, с кем уже проведены переговоры, где нужны уже очень серьезные... Так... Ну, когда же начнем строить дороги, Алекс? Ну, что я могу сказать, Алекс? Если вы этого не понимаете, то, значит, понять невозможно. Так, ну, давайте. Все остальные вопросы, дисконт 1 к 600, другой, так сказать, я сказал, что вся информация в личных кабинетах, все продлено, все работает. Если есть какие-то нюансы, обращайтесь к техподдержку, обращайтесь к вышестоящим вашим партнерам, обращайтесь к директорам, которые ведут по именно разъяснениям, по лидерским планеркам. Поэтому, друзья, вся информация у нас все поставлена. Так, да, сегодня же 1 март, друзья, первый день весны. Очень здорово, так сказать, для нас весна знаменателен тем, что она очень быстро пройдет. Начнется июнь, а 1 июля у нас, конечно, друзья, будет самое грандиозное событие. Вот, я просто его уже жду, не дождусь. То есть элементы того, что будет делаться, уже активно производятся. Делается я, скажем так, ЗИЛ, я вам это самое скажу, уже ждет своей установки в Эко-технопарке. Все, друзья, как намечалось, все движется. И еще на Эко-фесте вас ожидает несколько таких сюрпризов, которые действительно с точки зрения развития проекта, с точки зрения развития программы, они, конечно, крайне-крайне важны. Здесь еще могу сказать, что когда мы показывали нашим арабским друзьям и была показана уже сейчас спроектированная транспортная система для сыпучих грузов, когда они это увидели и осознали, они, конечно, были просто в шоке, потому что это с технической точки зрения очень интересное решение. А мы, друзья, с вами все это 1 июля уже будем... Так, президенту Австрии презентацию уже провели... Нет, конечно, если бы презентацию провели президенту Австрии, друзья, то вы бы об этом, конечно, знали. Активно ведется работа по Австрии. Сначала, как всегда, поэтапно пошло, что готовится презентация. Сначала министру транспорта, потом министру экологии, и только после этого будет готовиться... Когда это будет по срокам? Так, как сейчас развивается, вполне-вполне очень быстро. Вполне-очень быстро. Ну, послушайте, когда будет подтверждение. Ну, я думаю, что пока на Экофест у нас ограничений нет никаких. Заявки можете заполнять. И пока с теми заявками, я думаю, что то количество людей, которые хотят туда приехать, а это будет, по нашим приценткам, 3-4 тысячи человек, мы, наверное, все-таки справимся. Поэтому будет очень интересное событие. Так, от чата у меня перископит, так и не заработал. Так и не заработал. Ну, ничего страшного, друзья. Ничего страшного. Так, ну что, друзья, давайте на этом будем с вами прощаться. Сегодня у нас вечером будет Юни-Скай-вебинар 21.30. Если там какие-то разногласия по времени идут, то это, друзья, просто технически мы сейчас дорабатываем. По чатам мы еще обязательно раскинем информацию 21.30. Связано это с тем, что наши европейские друзья просят вебинар как можно позже 20 часов по европейскими. По Москве это уже 22 часа. Поэтому мы пока вот по такое компромиссное время находим, что 21.30. Вот, везти мы его будем с Алексеем, с Франтишиком уже из гостиницы. Вот, поэтому как минимум 4 языка мы сегодня включим. То есть чешский, словакский, венгерский, русский и немецкий. Чешский, словацкий. Чешский, словацкий, один вместе, да? Венгерский, русский и немецкий. То есть это вот то, что мы... А, хорватский еще. Для Хорватии. Хорватии будем ввести. Вот, поэтому рабочие цехов нужны, сварщики, например. Со временем нужны будут все. На сегодняшний момент идут набор людей, идут заявок, которые есть. Но это все-таки работа, которая будет чуть-чуть впереди. И сейчас готовятся именно бригады, которые строят на экотехнопарке. Вот, это небольшое количество людей. Но начиная где-то после 1 июля будут набираться бригады, которые будут монтировать и уже потом перевозить и собирать это уже непосредственно в экотехнопарках, которые будут... Ну, фактически с артикофицированных центров, которые будут идти в разных странах. Значит, ну, что еще из таких последних, как бы, там событий, то, что это, что... Анатолий Владимирович показал нам уже концепт сегодня транспортной системы Skyway 4.4+, и уже показал наметки, которые идут для 5.0. Вот, он показал, как сегодня это формируется и делается. Соответственно, очень интересное сегодня идет дальше развитие по гиперскоростям, то есть скоростям, которые будут уже выходить в 1200-1250. Вот, показал испытательные стенды, которые сегодня монтируются уже для скоростей, которые будут выходить в 600 км в час. Вот, это предельная скорость для движения в атмосфере в воздухе, то есть над землей. Вот, то есть это предельная, которая будет для юнилётов, для скоростных юнингусов. Вот, и, соответственно, дальше вот концепт, который идет уже в дальнейшее развитие именно сети, которая сегодня начинается и которая движется. Так, а когда начнется строительство фермы юнингского? Тоже, друзья, очень хороший вопрос. Вот дом, который будет именно эко-дом, тот, который является основой, как мы говорили, для семьи, то есть как минимум 500 квадратных метров. А сейчас реально Юницкий уже говорит о том, что для семьи должно быть тысячи квадратных метров. Вот, соответственно, это пространство, которое будет и уже оснащено новой энергетикой, и новым эко-миром, который сегодня там готовится, и новой эко-сферой, которая будет вокруг, и как это все вмонтировано в логику линейных городов. Производство все это, друзья, уже активнейшим образом идет. И мы, он нам, Анатолий Дарьевич, показал, что выделена земля, и уже идет трассировка для того, чтобы дать скорость там уже более 22 километров, для того, чтобы дать скорость, ну, 500, а со временем 600. А, нет, 600, да, и дальше даже рассматриваются варианты, что для того, чтобы выходить 1200 километров часто, это надо не менее 60 километров протяженной трассы. То есть она тоже сейчас просматривается, где уже будет, где это, соответственно, реально будет происходить. Так, ну что, друзья, давайте на этом, так, саженцев деревьев на месте, нельзя садить, как попало. Естественно, друзья, посадка, то есть логика будет следующая, что посадка будет производиться уже в то время, и специалистами, которые будут это делать, а инвесторы для того, чтобы, инвесторы, чтобы получить именно индивидуальное дерево и памятную табличку, то вы по определенным правилам получите, и ее можно будет просто уже закрепить, это дерево за собой. Садить его все-таки будут, потому что, ну, из агрономии знаете, да, что сажать все-таки надо ранней весной, чтобы они потом уже к июлю приживали. Поэтому это тоже процесс идет, но возможность получить именно именное дерево, именное саженство, значит, сегодня посажено уже около 4,5 тысяч, а всего в проекте стоит где-то около 10 тысяч. Так что время, друзья, еще вопросы есть. Так, ну что, давайте, друзья, тогда до вечера. У нас еще плотная такая работа, ну и вечером сегодня наш Юни-Скай-вебинар. Мы все-таки надеемся, что технические возможности в гостинице мы вчера опробовали, все как это, интернет работает нормально, комнаты все работают нормально, так что вечером, надеюсь, у нас никаких накладок или технических сбоев быть не должно. Еще раз скажу, 21.30 по московскому, то есть 19.30 по общеевропейскому времени. У нас Юни-Скай-вебинар, значит, это логика, которую мы закладываем, одновременно проведение презентаций последних новостей и после этого презентации по странам для тех партнеров, которые сейчас подключаются. Вот, эту работу мы будем расширять. Значит, мы договорились, что для Италии мы будем вести это раз в две недели, потому что пока небольшое количество партнеров. Для Франции мы один раз провели, сейчас ждем следующие заявки, то есть будем раз в месяц, для Германии комнату откроем, посмотрим, как сегодня будет подключаться народ, а для наших активных партнеров, которые сегодня приносят наибольшее количество именно инвесторов и инвестиций, это Чехия, Словакия, Венгрия, Хорватия, мы будем вести уже в таком постоянном режиме именно Юни-Скай-презентацию. Ну все, друзья, да, действительно, так сказать, как тамара пишется, строй Скайвей, спасай планету, так что все, друзья. Вот, видите, это уже хлопают нашему Алексею, то есть он там делает презентацию по Скайвей, то есть это, как мы уже говорили, но это рабочая такая. Вечером у нас будет еще в 16.40 по европейскому времени тоже такая презентация, посмотрим, если с интернетом здесь, друзья, не все в порядке, если с интернетом будет нормально, то мы, соответственно, вам покажем, сделаем экспозицию. Все, значит, друзья, основные новости, которые надо было сегодня обсудить, сделать, сказать, я до вас довел. Давайте до встречи на вечернем Юни-Скай-вебинаре. Все, друзья, до новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Добро пожаловать в Казахстан